Всем привет, дорогие друзья! Это я, тупой павук. Перед началом данного ролика, пожалуйста, подпишись на мой канал, нажми колокольчик, поставь лайк под этим видео и напиши положительный комментарий. Для этого ролика я сделал сборку модов, которая погрузит меня в мир сатанизма. Если тебе интересно, то тогда оставайся, потому что на моём пути встретится много всего, от чего ты не заскучаешь. Например, это могут быть злые духи, которых придётся забрасывать солью, или какой-нибудь демон, который хочет оторвать тебе голову. Короче говоря, надеюсь моё выживание вам действительно понравится. Но выживаю я сегодня не один, со мной сегодня играет мой друг. Поздоровайся. Подписчикам данного канала привет, остальным соболезнен. Опа, прямо у спавна труп валяется. Ничем. Тут ещё труп лежит. В первые минуты игры мы нарубили немного дерева, пошли в лавандовый биом, в котором сгенерировался разрушенный портал, взлутали портал и собрали немного лаванды, потому что потом она нам понадобится. Смотри, кстати, бабочка, нам бы хорошо её убить. А где она? Наверху. Вернее её нет. Наверху. Какая бабочка? Ты не видишь бабочек? У меня нет бабочек. Они вообще зависли как-то. Как только наступила ночь, мы закопались под землю и добыли немного ресурсов. А днём мы временно обосновались в деревне, до тех пор, пока не найдём хорошее место для дома. Я могу собирать лаванду правой кнопкой мыши. А, серьёзно? А, её не нужно было ломать, её нужно было собирать. Мы до ума, да? Да. В общем, так как мы хотели заниматься тёмными делишками, то и жилище у нас должно было быть соответствующее. Нам нужен был каменный подвал для проведения своих ритуалов. А в качестве входа в этот подвал мы построили небольшую хижину на поверхности. И вот, наконец-то мы построили свой подвал и начали тут обустраиваться. Итак, после нашей смерти мы превращаемся в призраков. Играя за призраком, мы можем вселиться в тело и продолжить играть в обычном режиме. Гниющие тела спавнятся на улице, но проблема в том, что они гниющие. Вселившись в такое тело, мы сможем поиграть всего 20 минут. А потом опять превратимся в призрака. Плюс ещё в таком теле у нас дебафы на слабость и медлительность. Поэтому нам нужно как можно раньше скрафтить нормальное тело, чтобы в случае смерти уже вселиться в него и ни о чём не переживать. А скрафтить его можно только из материалов, которые падают при убийстве жителей. Это кожа, мускулы и всё тому подобное. И поэтому мы захотели в нашем подвале разводить жителей. Мы выкопали им небольшую комнатку в нашем подвале и поселили их там. Потом мы сделали временно небольшую такую грядку для того, чтобы высаживать демонические семена. Фрукты, которые вырастут из них, нам в дальнейшем понадобятся. Затем мы приняли решение сходить в шахту и добыть себе как можно большее количество ресурсов, чтобы как можно дольше оставаться на поверхности и не спускаться за ресурсами. Короче, слушай, нам вот такая вот штука нужна, некрономикон называется. Иди ищи, я сейчас тогда чем-нибудь займусь. Ну и короче, я отправился на поиски этого некрономикона, потому что позволить себе его скрафтить мы не можем. Также я решил убивать жителей в деревнях, которые встречу, потому что на нашей импровизированной ферме жители почему-то не плодились. У меня же ведь репутация есть в деревне. Если она опустится ниже какой-то точки, то меня голем начнет. И он меня уже начинает. Чё, сильно начинает? Он идёт за мной, я убегаю. Ура, я нашёл некрономикон, представляешь? Опа. Но некрономикон должен подождать, потому что прежде всего нужно сходить в ад. Ну я, короче, поджигаю портал. Давай, поджигай. Опа. Всё, иду в ад. Ребята, это выглядит невероятно красиво и жутко. Это биом, который состоит из плоти. Это прям вау. Это что-то, что-то с чем-то очень красиво. Мне прям нравится. В аду я убил парочку эфритов, добыл адские кирпичи и пошёл домой. Ножницами по его голове. А, да-да-да, я знаю. Сделай. Он по-любому вжаренный сейчас по полной. Нам хватит одного, не надо. Нет. Нам одного хватит. Да пусть будет. Да, блин. Да по приколу. Пока я искал некрономикон, а потом бегал по аду, мой друг времени не терял и сделал нам хорошую ферму. В основном тут растут демонические фрукты, потому что они нам очень понадобятся для оккультизма. А после этого мы занялись созданием тела, в которое можно вселиться. Некрономикон нам подсказал, как крафтить части тела. Поэтому я начал создавать из того, что есть, а мой друг побежал фармить то, чего у нас ещё не хватает. Затем я создал алтарь некроманта. Затем я сделал себе книжку, которая называется Словарь Духов, потому что с её помощью можно будет призвать полезных духов, демонов и всё тому подобное. А в дальнейшем можно будет призывать демонов, которые так и норовят меня убить. Чтобы призвать первую нечисть, которая нам полезна, нужно было сделать потусторонний камень. Как его сделать нам подсказала книжка, и нужно было всего лишь-то закинуть в фиолетовое пламя андезит. Следующий предмет, который понадобится для призыва, это свечки, а они делаются из сала. А сало выпадает при убийстве обычных животных этим ножичком. От жителей, которые сидели у нас в подвале, толку совсем не было, поэтому я их убил. Но в этот самый момент они заспавнили прямо у нас в подвале железного голема. А потом кое-кто решил, что он супермен и может один на один его победить. Ты чё наделал? Зачем? Его нельзя так атаковать. В итоге этот кто-то вселился в гниющее тело, и нужно было делать ему нормальное. И для начала я пожертвовал свою кровь. Пока данный товарищ добывал себе части тела, я сделал лавандовую воду, потому что она нам потом когда-нибудь пригодится. Мой друг сшил себе оставшиеся части тела, закинул их в алтарь, и получилась у нас вот такая вот туша. Ну всё, теперь ты должен подождать, пока твое тело сгниет, и ты вселишься в нормальное. Окей. Кстати, я через минуту сдохну. О, класс. Поздравляю. После того, как мой друг вселился в новое тело, мы сделали разметку, чтобы кое-кого призвать. Затем мы начали по этому чертежу строить пентакль. Наконец-то нам пригодился вот этот демонический фрукт, я его хаваю и получаю вот такой вот эффект, который позволяет видеть мне потусторонние вещи, такие как вот такой вот камень, или же вот это дерево. Да, это потустороннее дерево. Вякни чё-нибудь, типа да. Да. Потустороннее дерево нам нужно было для белого порошка, из которого делается белый мел, которым мой друг разукрашивал пентакль. Последние ингредиенты. Раз, два, книгу. И чё ты сделал? Ну всё, ждём, короче. Сейчас будут руды постепенно пропадать. И спустя время у нас появился вот такой вот дробитель руды. Даёшь ему руду, а он отдаёт тебе два порошка, из которых уже плавятся слитки. Потом мы поставили его на блок, как вазу, в качестве украшения. Затем мы начали выкапывать комнатку для того, чтобы разместить тут кровяной алтарь, адскую кузницу и всё тому подобное. Мы дали дробить медную руду нашему демону на время, пока выкапываем комнату. Затем я решил призвать транспортера, который будет таскать руду от нашего дробителя в печку. Но потом оказалось, что я призвал свинью, которой непонятно как пользоваться. Как только комната была готова, я начал заполнять кровью этот алтарь. А делал я это для того, чтобы сделать одну очень классную штуку. Для чего она нужна и как она работает, я продемонстрирую чуть позже. Мой друг тоже стал каводцем для того, чтобы заполнить кровью этот алтарь и сделать на этом алтаре одну приблуду. Короче говоря, в руках я держу ловушку для души. Сначала её нужно кинуть в любое существо. Затем это существо убить. И из убитого вами существа выпадет демоническая энергия. Демоническая энергия это почти самая базовая вещь в этом моде. А что мы с этой демонической энергией делали, я вам наверное покажу в следующей серии. Так дорогие друзья, спасибо за просмотр данного ролика. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Всем пока. Ну, вы его слышали, поэтому давайте выполняйте. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok